Всем большой привет! Сегодня мы будем продолжать нашу коллекцию и нарисуем вот такую вот работу. Это также у нас относится в ту же тематику, в те же объекты. Мы нарисуем кава. Итак, поехали! Итак, давайте начнем с чего-то простого. Итак, первое, что я сделаю, я нарисую некий образ. С образами проще работать. Это, допустим, у меня узор. Чтобы мне вообще понять, что надо нарисовать, это дверь, потому что у кава есть дверь. Так можно рисовать потом абсолютно любые, скажем так, 3D-объекты. Допустим, вот эта левая сторона, эта правая сторона. То есть так абсолютно образно, что там мы сейчас рисуем. Схематически. Если это будет красиво, то мы нарисуем настоящие узоры. Давайте сгруппируем. Нажимаем Alt. Копируем на другую сторону. Ну, допустим, да. И заносим все это в панели символа. Это у нас, значит, один символ. Назовем его один. И это у нас второй символ. Можно Left, Right. Вот они у нас рядышком будут стоять. Это пока оставим здесь. Так, теперь давайте в некотором смысле собирать наш конструкт. Зажимая Shift, рисую что-то такое темное. Кабо черное вообще. Ну, вот так пока что. Сделаем ее вот такой вот. И теперь давайте экспериментировать. Заходим, допустим, в вытягивание скос. И посмотрим, что из этого можно сделать. То есть можно вот таким вот образом ее вытянуть. Да, то есть как-нибудь вот так вот. Можно использовать, допустим, если использовать вид. Вот так вот, да, как-нибудь выставлять ей форму. То есть по-всякому, по-разному. Давайте, допустим, вот так вот. И попробуем сделать. Тут у нее показывает 6 областей. Это первое. Что мы ставим с дверью. Так, зажимаем Shift. Теперь как-нибудь это крутим. Так, не совпадает. Вот видите, у нас получается она перевернутая. Давайте сделаем что-нибудь. Вот можно в изометрии, допустим. То есть это такой вот вид сверху тоже прикольно. Не знаю, наверное, вот такой вот вид оставим. Так, вот теперь у нас это первая область. Выбираем ее. И теперь, как видите, мы ставим дверь. И она у нас ставится ровно. Так, ну в общем можно так, можно так. Видите, у меня тут узорчика немножко не хватило. Кстати, давайте покажу. Давайте это всем поставим по центру. Нажмем ОК. Тоже такой интересный момент, что мы можем редактировать символы. Нажимаем на него два раза. Допустим, двигаем. Зажимая Shift, двигаем дверь в центр. Выходим. И видите, у нас он тоже тут вот редактируется. То есть мы его в режиме онлайн можем редактировать. Теперь снова заходим в оформление. Втягивание отредактированного символа. Сдвигаем в нужном нам направлении. Так, теперь выбираем следующую. Вот эту. И выбираем другой наш символ. Давайте их подгоним друг под друга. Зажимаем Shift. Как-то его уменьшаем, если это надо. Если здесь неудобно, можно потом уже будет вот здесь вот редактировать. Это как бы не сложно. Вот. Ну, я пока просто, чтобы мне было понятнее. Ну, допустим, нажмем ОК. И ОК. Итак, вот это такая самая-самая, что ли, первоначальная схема. Да? Вот именно схема. Давайте зайдем еще раз. Уберем все символы. ОК. Уберем толщину. Вид сверху. Уберем толщину. Я хочу сделать такой поддон. Зажимая Shift я его немножко увеличу. Теперь мне его надо. Переносим его на самый задний план. И теперь, как бы, мне его надо поставить под тем же углом, что и моя основная Кааба. Не знаю, насколько у меня это, честно говоря, выйдет. Но. Мы попробуем, да? Мне не надо прям один в один. Ну, просто, чтобы это выглядело. Так, ну-ка, ОК. У меня пока там тени. Тени мы уберем, это не страшно. Допустим вот так вот. Вот, я бы так уже, если честно, бы даже и оставила. Вот, такая получается у нас схема. Теперь, редактируя вот эти вот узоры, они у меня будут редактироваться в Каабе. Так, давайте что-нибудь попробуем сделать. У меня тоже будет она абсолютно такая, какого-нибудь абстрактного вида. Когда, например, вот здесь поставим, допустим, вот так по центру. И разрежем пополам. Вот, видите, по краям оно уже и не влазит. Допустим, вот так. Переворачиваем и вот там. Допустим, вот так. Вырежем. То есть я делаю, ну, то есть просто что-то такое абстрактное, особо не вставаясь в подробности, что это и зачем. Так, тоже вырезаем. Допустим, тут у меня... Так, так, знаешь, все! Удаваем. Давайте выходим. Так, а здесь у меня почему-то не поменялось ничего. Давайте, вот, видите, поменялось. Так, выберем. И я все-таки думаю, зажимая shift, как-то уменьшить. Так, если растянуть, если вот так растянуть, если вот так. Давайте оставим вот так. Ок. Заходим снова два раза и сделаем его более длинным. Таким вот образом. Вот так вот. Заходим сюда, копируем, выходим. И теперь заходим во второй наш символ. Вместо вот этого ставим вот это. Таким вот образом. Так, дверь. Давайте сделаем параллельный контур. Так, ну 10 это много? 5. Вот так вот. Так, разобрать. Низ удаляем. Так, вот так вот. На самом деле я не знаю, что я делаю. Я просто сделаю что-то такое абстрактное. Чтобы издалека создавалась какая-то глубина. Вот у нас получилось два таких символа. Снова заходим в мою кабу. Вот. А теперь редактируем два эти узора. Вот эту полосочку можно будет поднять повыше. Это не проблема. То, что мне даже вот так больше нравится, когда он такой широкий. Окей, давайте оставим этот широкий. И вот это тоже сделаем. Получается. Ой, он такой длинный стал. Так, ну давайте допустим отодвинем в сторону. И давайте разберем. Посмотрим, что из этого симпатичное можно сделать. Так, ну первое, что я сделаю, я пройдусь в Free Stock Master. То есть просто, чтобы пускай он мне сделает экспанд всех открытых объектов. Так, это тоже можно удалить. Кстати, я сохранила серую копию, которая... Так, он мне ничего не закрыл. Значит, может это не то. Нажали. Еще раз Free Stock Master. Я нажала Expand, Delete, давайте Join. Вот. Ну, иногда надо несколько раз. То есть, в принципе, это не проблема. Так, разгруппировываем. Смотрим, что у нас получается. Теперь по очереди. Так, разгруппировываем. Сгруппировываем. Так, изолируем давайте. Сотировать. Так, что я хочу? Я хочу вместо вот этого все-таки поставить вот этот вот узор. Как-то мне кажется, он... Так, лишнее я вообще хочу удалить. Так как у нас теперь надо экономить место. Шаттерсток нам дал такое указание. Значит, будем экономить. Так, вот. То же самое делаем здесь вот. Тоже удаляем. Ставим вот этот вот. Ну, и лишнее мы удаляем. А, я удалила же обравочную маску. Потом давайте изолируем. Найдем ее. Вот она. Так, создать обравочную маску обратно. Создаем. Вот такая вот история. Немножко у меня тут, по-моему, выходит он за рамки. Потом я зажимаю shift, его просто вот уменьшаю. Но мы тут его обрезали, то есть смотрим, чтобы оно не выходило за рамки. Так, ну, нормально. Дверь. Давайте что-нибудь еще придумаем с дверью. Не то. Так, дверь. Лично говоря, не знаю, по-моему, она как-то вот немножечко вот в этой все-таки стороне. Не знаю, можно сделать, или, знаете, такую двойную дверь. Ладно, у нас будет одинарная дверь. тоже неплохо. Тоже неплохо. И так нормально, наверное. Так, дальше что можно сделать? Прямо волшебное выделение ставим один. И выделяем по очереди стены. Можно дать им немного такого градиента, чтобы они симпатичнее смотрелись. Причем можно даже добавить немного тона. Не знаю, насколько это будет красиво. Такая вот синяя тень, да, у нас будет. Ну, вот так вот мне нравится. То есть, какой-то небольшой такой оттенок мы ей придадим. Так, здесь делаем то же самое. Это у нас стена более затемненная, поэтому вот так вот. тоже мы ей дадим вот такую тень. И потолок. Потолок у нас тоже такой вот. Ну, вот так, допустим, да. Здесь мы просто скопируем, выделяя именно работу с точками. Да, можно выделить объект вне группы. Так, здесь я что-то прям даже не знаю, как поставить. Вот так вот, наверное. Ну, да. Вот такая у меня получилась моя Кааба на данный момент времени. Так, сгруппируем ее. Открытых путей у нее нет. Так, у нас есть объекты, давайте сделаем композицию. Окончательно. Управим градиенты. Я хочу сделать так немножко посветлее. вот так вот. Итак, я хочу сделать перевернутую тень. Зажимаем Shift и Alt, переносим вниз. потом я сделаю полупрозрачный, то есть вот так вот, чтобы было такое стеклянное отображение. Но у нас этот рисунок, и поэтому не получится так просто, да, отзеркалить, откопировать. мы заходим в сам узор. Изолируем. Изолировать. Отдельно давайте изолируем узор. Выбираю верхнюю часть сгруппировал и нижнюю часть сгруппировал. Так, нижнюю часть переношу примерно, то есть как бы было бы, если бы я отзеркалила. Что я делаю с дверью? Дверь я не могу просто отзеркалить, поэтому воспользуемся такой вот маленькой хитростью. отрезаем сейчас все лишнее. Вот все лишнее. Отправляем там, где это необходимо. Удаляем лишние вот эти точки. Вот эта часть в принципе не обязательно, она у нас будет внизу. То есть мы ее будем прятать под верхнюю часть. Сейчас только остается вот это разобраться. Так, у нас есть привязка к пикселям. Убираем привязку. вот так вот. И теперь у нас еще вторая часть тоже мы ее переносим переносим Я зажимаю shift, чтобы было ровно по горизонтали и вот здесь вот смотрю, чтобы оно совпадало. Ну, примерно вот так вот. Все, выхожу из изоляции. Далее создаем... Кстати, я удалила тут подмост, тут подмостик, ну, чтобы мне было проще работать. Продолжение следует... Создаем сетчатый градиент, создадим буквально несколько точек. Уберем в сторону. Мне надо будет потом ее искривить, чтобы она была под мою каблу. Но сейчас я делаю, выделяем инструмент направления точками. Нижние точки мы красим в полностью черный, на середине красим в такой серый и белый. Собственно, делаем такой гребеток. Теперь берем вот эти вот точки и сдвигаем их вниз. Примерно делаем форму нижней части. Можно поставить вот так, сделать прозрачным, заблокировать мои кабы. И теперь более точно подгонять черно-белую маску. Можно прям сгиб на сгиб поставить. Вот этим поднимаем. То есть я сейчас искривлением точек, да, с деформацией. Это, кстати, можно было вообще не делать эту кривую. Можно было обойтись тремя. Вот. Теперь выделяем нашу маску и нижнюю каблу. И создаем маску. Видите, нижняя часть, она пропала. Если хотите подредактировать, да, заходим, можно просто в маску зайти. И можно вот этим точкам, да, то есть они у нас белые, можно их выделить, сделать их серыми. Тогда каба будет еще более у нас такая прозрачная. В общем, вот эти точки можно сделать чисто черными. Да, она вообще пропадет, нижняя часть. Но это уже в зависимости от композиции, как у нас будет строиться. Будем маневрировать. Сейчас пока что я оставлю так. Группируем. Можно знакомиться. То есть если у нас каба будет так на первом плане, где у нас тень, вот она у нас тень, то, конечно, вот эти вот точки проще будет сделать черными. Ну ладно. Итак, давайте дальше выстраивать композицию. Пока что поставим ее, ну вот так вот, примерно. Я перенесла текст и узор с прошлых наших уроков. Так, посмотрим. Узор я дала, во-первых, затемнение основы и черно-белый градиент. То есть он у меня будет виден только край. Сейчас давайте создадим общий фон. Общий фон. Не важно, какого будет цвета, в общем-то. Он переносим на самый низ. Допустим, вот так вот и ставим. Ставим наш узор под каба. Который у нас еле-еле видно. Теперь будем усиливать цвет. Ctrl-H я нажимаю на клавиатуре, чтобы мне был виден сам узор. То есть исчезли границы, скажем так. Вот его уже более видно. Можно поменять эффект. Ставить умножение. Здесь совсем будет видно. Берем, слишком яркий. Можно поставить градиент немножко так снизу. Видите, он теперь снизу вообще исчез цветок мой. И поставить где-нибудь. Вот здесь будет у меня надпись. Не знаю, какого сделать ее цвета. Можно вот такой темного. Можно, допустим, поставить чуть-чуть вниз. Теперь у нас немножко вылазить за границы. Ctrl-C, Ctrl-F на самый верх. И создать обравочную моску. На этом, в принципе, можно закончить. Спасибо за внимание. До встречи в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok